Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд – «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам, пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. В этом обзоре мы расскажем вам о ещё более мелком даутсайдинговом двигателе от концерна VAC. Итак, встречайте – турбокроху 1.2 TSI. Двигатель 1.2 TSI появился летом 2009 года и относится к старому семейству EA111. Он пришёл на смену атмосферным двигателям объёмом 1.6 TSI семейства EA113. Нельзя назвать этот двигатель маленьким 1.4 TSI, потому что отличий много, но общие детали всё же есть. Масляный фильтр, например. Итак, этот двигатель 4-цилиндровый. У него легкосплавный блок, а не чугунный, хотя цилиндры образованы чугунными гильзами. В легкосплавной ГБЦ один распредвал, который приводит 8 клапанов. Вот такой вот турбомотор с двумя клапанами на цилиндр и без фазовращателей. В приводе ГРМ зубчатая цепь Морзе. Прыск топлива, естественно, непосредственный прямо в цилиндры. Все двигатели 1.2 TSI оснащены одним турбокомпрессором. Его перепускная заслонка через шток открывается при помощи электромеханического актуатора. То есть от вакуумной системы со старым добрым клапаном N75 инженеры компании VAG отказались. Также во впускном тракте нет никакого байпаса, то есть клапана N249, перепускающего излишне надутый воздух. А вот интеркулер с жидкостным охлаждением встроен прямо во впускной коллектор, как на двигателе 1.4 TSI. Двигатель 1.2 TSI существует в двух вариантах мощности – 86 и 105 л.с. Его устанавливали на Golf 6 и на модели его платформы Jetta 6 и Turan 2. Также его получили Polo 5 и Caddy 3. Двигатель 1.2 TSI семейства EA111 также получили Audi A1 и A3. Также Seat Altea, Ibiza 4, Leon 2, также Skoda Octavia 2, Fabia 2, Roomster и Yeti. Двигатель 1.2 TSI имеет вполне приличную надёжность, но в первые годы выпуска он жёстко разочаровал буквально всех, кто доверился качеству моторов VAG. Дело в том, что цепь ГРМ едва выхаживала 30 тысяч километров. Из-за этого многие моторы 1.2 TSI загнули клапаны, инженеры сделали работу над ошибками, но многим владельцам пришлось за свой счёт устанавливать улучшенные детали привода ГРМ. Сегодня мы подробно расскажем об этом двигателе и покажем все места, на которые надо обратить внимание, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Ну а сегодня в разборе этого даунсайдингового чуда нам поможет Дмитрий. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! Восьмиклапанный двигатель 1.2 TSI донашивает систему зажигания с общей катушкой зажигания, которая соединена со свечами высоковольтными проводами. Сама катушка служит порядка 100 000 километров. Оригинальная катушка зажигания обойдется в 190 долларов, но можно купить от фирменного производителя за 40 долларов. Чаще проблемы возникают из-за окисления высоковольтных проводов. Дело в том, что двигатель установлен свечами вперёд, и поэтому в свечные колодцы попадает влага и дорожная грязь. Инженеры компании VAK не раз улучшали конструкцию высоковольтных проводов, чтобы решить проблему с окислением контакта под колпачком. Вдобавок высоковольтные провода и изоляторы находятся очень близко к выпускному коллектору, что увеличивает термонагрузку на них. Иногда ЭБУ моторы 1.2 TSI фиксируют ошибки по дроссельной заслонке. В большинстве случаев оказывается, что тонкие контакты между датчиком положения и микросхемой оборвались. Чтобы добраться до них и подпаять, надо снимать пластиковую крышку. А вот если двигатель 1.2 TSI на холостом ходу начал работать с увеличенной скоростью, то в этом случае может помочь чистка дросселя от масляного налёта. Слева на блоке цилиндров установлен корпус масляного фильтра. На него навешан теплообменник и компрессор кондиционера. Из блока цилиндров в этот корпус подаётся масло для дальнейшей фильтрации. При больших пробегах сдаётся вот эта прокладка, которая стоит 8 долларов. Для её замены надо снимать весь этот кронштейн. Также при замене этой прокладки стоит заменить эту втулку, которая находится между корпусом и блоком цилиндров. На двигателе 1.2 TSI установлен турбокомпрессор IHI-RHF3, а к нему прикручен электромеханический актуатор Malo. В нём есть моторчик, редуктор с несколькими шестерами и датчик HOLO. С этим актуатором случались и случаются проблемы до сих пор. До ноября 2011 года для устранения ошибок по актуатору инженеры концерна VAG предложили специальную дистанционную шайбу, которая устанавливается между корпусом актуатора и холодной улиткой. Также надо перепрошить ЭБУ. И видите, как раз в нашем случае здесь эта шайба установлена. Но проблемы с актуатором всё равно случаются и вызваны они в основном попаданием влаги под пластиковую крышку. Ошибки по актуатору, а также аварийный режим с заметным ограничением мощности появляются обычно в сырую погоду. Для устранения этих симптомов помогает очистка электроразъёма актуатора составом для вытеснения влаги из контактов. Также помогает снятие актуатора с последующим его разбором и более тщательной очисткой. Но это всё не поможет, если произошёл обрыв обмотки электромотора актуатора. Новый актуатор стоит $250. При пробегах под 200 000 км появляется износ втулки перепускной заслонки, из-за чего она неплотно перекрывает вестгейт. После этого возникают ошибки по наддуву на высоких оборотах и появляется звон этой самой заслонки. В этом случае надо менять турбину на новую либо ремонтировать с заменой втулки и самой заслонки. Вдобавок с годами появляется трещина в турбинной части. Если она не выходит наружу чугунной улитки, то тогда турбокомпрессор функционирует нормально. Сзади на клапанной крышке установлен один из клапанов системы вентиляции картера. Он соединён трубкой с корпусом воздушного фильтра. Через него под клапанную крышку попадает свежий чистый воздух. Бывает, что этот клапан просто лопается и образуется брешь для поступления в картер неочищенного воздуха. Вместе с этим клапан запотевает маслом, а в систему вентиляции салона могут просачиваться картерные газы. Иногда клапан просто запотевает маслом, и чтобы это устранить, надо просто заменить уплотнительное колечко. Рядом с этим клапаном находится ещё один клапан, через который картерные газы попадают во впускной тракт перед турбокомпрессором. Ещё один клапан ВКГ находится под впускным коллектором напротив 4-го цилиндра. Через него картерные газы попадают во впускной коллектор. Обычно проблем с этими клапанами не бывает. Топливный насос установлен на клапанной крышке и приводится стандартным образом – от дополнительного кулачка распредвала. При пробеге около 200 тысяч километров этот насос начинает пропускать бензин по сальнику штока. Бензин просачивается в моторное масло и его уровень растёт. Вместе с этим могут появиться ошибки по богатой топливо-воздушной смеси. Также обороты могут хаотично подскакивать и, естественно, масло будет пахнуть бензином. В этом случае надо поменять ТНВД на новый. Новый стоит $270 и надо заменить масло. Интеркулер двигателя 1.2 TSI находится прямо во впускном коллекторе. В интеркулер подаётся охлаждающая жидкость, воздух туда не попадает. Воздух обходит интеркулер и охлаждается. На практике с этим узлом никаких проблем нет. То есть случаев появления трещин в интеркулере не было. При этом со временем по периметру интеркулера могут появляться следы масла. На них не всегда обращают внимание, потому что интеркулер установлен со стороны моторного щита. Это масло, которое попадает во впуск через систему вентиляции картера. За годы эксплуатации этого двигателя там скапливается 20-30 мл масла. Оно ни на что не влияет. При замене прокладки между интеркулером и впускным коллектором можно удалить его, а также очистить поверхность интеркулера от масляного налёта. К помпе двигателя 1.2 TSI через электровакуумный клапан N513 подключена трубка для отключения помпы, пока температура охлаждающей жидкости не поднялась выше 30 градусов. Для отключения помпы на её крыльчатку надвигается кольцо, которое отсекает её от потока охлаждающей жидкости. Обычно проблем с этой помпой не случается, и она служит более 150 тысяч километров. На её износ указывает посторонний звук. Оригинальная помпа к этому мотору обойдётся примерно в 100 долларов. На правой стороне двигателя со стороны моторного щита установлена пластиковая крышка. Это маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Со временем появляется течь масла. После этого надо переуплотнять маслоотделитель, т.е. снять, почистить, нанести новый слой герметика, потому что никакой прокладки между ним и блоком цилиндров не предусмотрено. Цепь привода ГРМ улучшали трижды. Рабочий вариант появился в 2011 году. Причём инженерам ВАК пришлось улучшать конструкцию всего привода ГРМ. Помимо цепи надо поменять две шестерни, успокоители, гидронатяжители и ещё дюжину болтов. Все эти детали продаются единым ремкомплектом и стоят 120 долларов. На конвейере весь этот комплект устанавливали с 23 октября 2011 года. То есть на моторы, которые были выпущены до этой даты, надо установить новый комплект. Всё бы ничего, но на прессованную на коленвал шестерню надо перепрессовать, потому что новая цепь имеет увеличенную ширину и на старые зубья. Не становится лучше доверить эту процедуру специалистам, которые делают её за 5-6 часов. Цепь ГРМ последней ревизии ходит 100-150 тысяч километров. Её растяжение можно оценить специальным инструментом со шкалой. Также умельцами придуман способ с переделкой старого гидронатяжителя под измерение штангенциркулем. Легкосплавная клапанная крышка, в которую буквально встроен распредвал. Как видите, здесь не 8 кулачков, а 9 – дополнительный кулачок для привода ТНВД. По состоянию всё хорошо, хотя мы видим на некоторых кулачках подозрительные царапины. Цепь ГРМ на этом моторе была старого образца, поэтому сильно растянулась, перескочила, и поршни ударили по клапанам. Восьмиклапанная ГБЦ двигателя 1.2 TSI не создаёт никаких проблем. Однако на впускных клапанах накапливается налёт, который ничем не смывается. На практике это едва ли создаёт какие-то проблемы, потому что не нарушается подвижность клапанов. Но при любом удобном случае этот налёт лучше смыть либо счистить. Легкосплавный блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения и чугунными гильзами. Цилиндропоршневая группа этого двигателя служит очень хорошо. Задиры и разрушение поршней – это редкое явление, связанное с неправильной эксплуатацией. Ремонтных размеров поршней и колец для этого двигателя от оригинального производителя не существует. В нашем случае мотор пострадал от экономии на масляном сервисе. Хон слабенький, задиров нет, но есть следы масложора на поршнях. Также есть следы удара поршней о клапаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каленвал мотора 1.2 TSI и коренные вкладыши отдельно от блока цилиндров не продаются. По ремонтной инструкции после снятия коренных опор эксплуатировать вновь блок цилиндров нельзя, потому что нарушается геометрия постели коленвала. Также в инструкции отсутствует информация о моменте затяжки болтов коренных опор. По состоянию типичное проявление масложора. Маслосъемные кольца все закоксованы, поэтому не снимали масло и поршни покрылись масляным нагаром. По шатунным коренным вкладышам и коленвалу полный порядок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верхние коренные вкладыши тоже в хорошем состоянии. В целом двигатель 1.2 TSI можно назвать надежным. Перечисленные нами поломки и проблемы случаются раз в 100-150 тысяч, да и то далеко не все. По итогу можно сказать, что это действительно надежный и ресурсный двигатель. Если вы и дальше хотите, чтобы мы делали такие подробные и классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно прямо сейчас подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова